Приветствую всех теле и интернет зрителей в эфире телеканала ПС программа в центре внимания. И сегодня градус нашей беседы будет как никогда высокий, ведь в центре внимания тема алкоголя. Нет, дегустацией спиртных напитков мы заниматься не будем, а вот о пресечении незаконных его продаж и не только обязательно поговорим вместе с начальником управления по торговле и услугам населению мэрии Архангельска Ириной Любовой. Ирина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Много сегодня действительно говорится о вреде алкоголя и вообще последние годы, но ведь он становится, скажем так, доступным во многом благодаря именно розничной торговле, да и порой не совсем законной. Вот какие запреты и ограничения на продажу алкоголя существуют сегодня в нашем городе и дополнены ли федеральные нормы местными нормативными актами? Основные запреты и ограничения на розничную продажу алкогольной продукции введены федеральным законом номер 171 ФЗ. В частности, самым главным требованием к розничной продаже алкогольной продукции является наличие лицензии на алкоголь у продавца. Исключение здесь составляет розничная продажа пива и напитков. То есть для торговли этими напитками лицензии не требуется. Организации, торгующие на территории города Архангельска, получают лицензии в управлении по лицензированию. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. Законом введены ограничения по времени продажи алкоголя. На территории Российской Федерации ограничения действуют с 23 часов до 8 часов утра. То есть за исключением магазинов беспошлиной торговли и предприятий общественного питания. Есть также территориальные ограничения. То есть запрещено продавать алкогольную продукцию. Я сейчас перечислю где. В детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и на прилегающих к ним территориях. В организациях культуры. За исключением розничной продажи алкогольной продукции, которые организованы в предприятиях общественного питания. То есть которые расположены в предприятиях культуры. На всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта, на автозаправочных станциях. В местах массового скопления граждан. В местах нахождения источников повышенной опасности. То есть это вокзалы, аэропорты, станции метрополитена, оптовые розничные рынки, объекты военного назначения и на прилегающих к ним территориях. Также федеральным законом разрешена продажа алкоголя только в стационарных торговых объектах. Павильоны, киоски, палатки попадают под запрет. Именно поэтому их в городе становится значительно меньше в связи с этими ограничениями. Да, конечно. Запрещена продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. Если у продавца затрудняется определить возраст покупателя, то он вправе попросить у него документы, удостоверяющие личность. При этом органам региональной государственной власти дано право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест продажи алкогольной продукции. На территории Архангельской области действует постановление номер 222, постановление правительства Архангельской области, вводящее дополнительные ограничения продажи алкоголя по времени. Продажа алкоголя на территории Архангельской области осуществляется с 10 утра до 21 часа. Данным постановлением введен еще ряд ограничений по месту и времени продажи алкогольной продукции. Это касается зон рекреационного назначения, помещений в жилых домах, массовых мероприятий, выпускных мероприятий в образовательных организациях и праздника День знаний, 1 сентября, День молодежи, ну и там по списку. Органам местного самоуправления дано право самостоятельно определять границы прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам. К этим организациям, как я уже говорила, обнесены объекты спорта, в общем, вся соцсфера. В соответствии с правилами определения органами местного самоуправления границ территорий к этим объектам, о которых я говорила, есть утверждено постановление правительства Российской Федерации номер 1425 и постановление мэрии города номер 579 об определении минимального значения и способа расчета расстояний до границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается продажа алкогольной продукции. То есть этим постановлением было установлено расстояние 10 метров при наличии обособленной территории, то есть от входа на территорию объекта соцсферы до входа в магазин, ну кафе или ресторан, и 20 метров при ее отсутствии, то есть от входа в магазин либо предприятия общественного питания до входа в объект соцсферы. В мэрии города был проведен очень большой объем работ, было составлено более 600 схем границ, прилегающих к территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Ирина Владимировна, ну я так понимаю, что вот составление карт-схем, это такая масштабная работа, да, где нужно было учитывать каждый метр от одного объекта до другого, в чем вот сложность была главная этой работой? Значит, для принятия решения о размере минимальных значений расстояний мэрии города была создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Архангельской и городской думы, представители ОМВД по городу Архангельску. И, кроме того, при принятии решения мэрия города руководствовалась методическими рекомендациями, которые были разработаны правовым департаментом администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области. В частности, в рекомендациях было указано, что установка минимальных расстояний, прежде всего, обусловлена тем, что необходимость сохранить сформировавшуюся сеть организации торговли и общественного питания на территории города Архангельска. И также обеспечение доступности торговых точек в удовлетворении потребностей населения, проживающих на территории города Архангельска, приобретение продовольственных товаров, в том числе и алкогольной продукции. И также вопрос об установлении ограничений рассматривался и обсуждался на заседании круглого стола Совета по предпринимательству в мэрии города Архангельска. Это все у нас проходило. То есть, таким образом, минимальное значение и способ расчета расстояний до границ территории, где будет запрещена продажа алкогольной продукции, мы рассматривали очень детально. У нас было всестороннее рассмотрение всех возможных вариантов влияния вот этих ограничений по продаже алкогольной продукции. И также с учетом мнения соответствующих органов. То есть, на заседаниях рабочей группы мы изначально рассматривали расстояние и варианты ограничения в 50 и 25 метров. Были предоставлены карты с нанесенными на нее территориями, попадающими под запрет. И ввиду очень плотной застройки городской территории, наличия множества объектов, вокруг которых нельзя будет продавать алкоголь, я уже перечисляла все эти объекты, соцсферы. То есть, практически всей запретной зоны на территории города Архангельска, у нас весь город попал в запретную зону. То есть, торговать алкоголем у нас можно будет на окружном шоссе и в районе Жировихи. Ну, то есть, это в случае, если будет как раз расстояние 50... В случае, если будет принята 100-метровая зона, 50-метровая зона. При 50-метровой зоне, у меня есть цифры, я могу сказать, при 50-метровой зоне попадает у нас порядка 100 предприятий торговли и общественного питания, при 100-метровой зоне порядка 300. Ну, то есть, получается, если бы все эти предприятия, в случае, да, вот этой 100-метрового стандарта, были вынесены на окружное шоссе, то коллапса просто было бы, наверное, не миновать. Ну, конечно, это пробки на дорогах. Безусловно, население будет вынуждено выезжать за черту города, покупать алкогольную продукцию. Ну, и плюс надо понимать, что это недополучение налогов в бюджет. Это люди потеряют работу, которую, в общем-то, у нас предприятия обеспечивают людей работой в полной мере, особенно предприятия торговли, общественного питания. И, кроме того, я бы хотела сказать, что наши предприниматели, они будут вынуждены перераспределить торговую наценку, потому что они ее потеряют на алкоголе, то есть это приведет к повышению уровня цен на товары потребительской корзины. А каким-то образом с предпринимателями этот вопрос также решался, обсуждался? Какое-то живое участие они в этом принимали? Живое участие предпринимали у нас. На рабочей группе были приглашены предприниматели, руководители предприятий торговли и общественного питания, и мы с ними находились в диалоге. А вот в этом плане в других городах какая практика? Члены рабочей группы оценили опыт других городов примерно с таким же населением, как город Архангельск. Значит, вот в Кирове установлен норматив 15 метров, во Владимире 15 и 20 метров, в Великой Устюг 20 метров, в Сыктывкаре установлен барьер 20 метров, в городах Вологодской, Томской области 10 метров, в Ростов-Ярославской области 20 метров. И в этих городах, ну, собственно, вот этот норматив, он не ущемляет? Он не ущемляет интересы населения, прежде всего, и торговых сетей. А, скажем, вот, возможен ли индивидуальный подход в связи с этим, например, в установлении отдельных границ школ, детсадов? То есть, ну, понимаем, что стандарты одни, а реалии-то они порой и другие. Да, индивидуальный подход, конечно, возможен при установлении отдельных границ от школ и детских садов. Это предусмотрено законодательством. Но здесь возможны обвинения в сговоре и в коррупции. Потому что все предприятия торговли и общественного питания у нас поставлены в равные условия, согласитесь со мной. И индивидуальных схем нет. Все границы отведены по одному правилу, то есть радиусы в 10 и 20 метров от входа в объекты соцсферы. И каким образом контроль осуществляется за действующими ограничениями до взаимодействия с ОВД, с надзорными органами? Какие-то цифры, может быть, статистики есть? Ну, контроль на территории города Архангельска осуществляется в соответствии с частью 10 статьи 18 федерального закона 171, на который я уже ссылалась. Значит, кто осуществляет контроль на территории города Архангельска? Он возложен на органы ОМВД, территориальное управление Роспотребнадзор и управление по лицензированию Министерства агропромышленного комплекса и торговли. Мэрия города не наделена полномочиями в установленном федеральном законодательством порядке по контролю за оборотом алкогольной продукции. Но, однако, муниципалитет взаимодействует с надзорными органами. При выявлении фактов незаконной реализации алкогольной продукции мы организуем ряд мероприятий, контрольные мероприятия с контролирующими органами в рамках своих полномочий. Важно, наверное, вы правильно отметили, что мэрия никоим образом не выдает те же лицензии на право торговли алкоголем. То есть повлиять на вот эту часть не может, но, тем не менее, может установить... Если мы имеем факты незаконной реализации алкогольной продукции, мы сообщаем об этих фактах в органы ОМВД, в органы лицензирования. При необходимости участвуем в совместных рейдах. То есть эта работа такая совместная, она проводится? Конечно, но она проводится регулярно. А вот бывают ли положительные решения по жалобам граждан, которые обращаются по поводу закрытия, например, конкретного магазина, который находится в жилом доме и торгует алкоголем? Да, у нас такие примеры есть. С рядом предприятий общественного питания, которые осуществляли свою деятельность в многоквартирных жилых домах и арендовали помещения у муниципалитета, также учитывая обращение жильцов данных домов, они у нас были. У нас были расторгнуты договора аренды с предпринимателями. А жалоб на реализацию алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах, в мэрию города не поступало. То есть пока в этом плане... Но опять же, нельзя просто взять и магазин закрыть. То есть тут тоже есть свои особенности, в том числе и в законодательстве, которые прописаны. Да, в законодательстве проще как раз с предприятиями общественного питания. Если работники, либо посетители предприятия общественного питания нарушают условия проживания жильцов, тогда к ним могут применяться определенные меры. Мы как раз говорили о пробелах в законодательстве, которые связаны в том числе с круглосуточной разливной продажей алкоголя. Знаю, что в Госдуме сейчас есть законопроект, который каким-то образом сможет повлиять на ситуацию. Действительно ли это так? Да, это так. Законодатели предлагают запретить торговлю спиртным во вновь открывающихся барах, кафе и ресторанах, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Законопроект внесен в Госдуму. Авторы инициативы предлагают уполномочить региональные власти устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. В частности, предлагается запрещать предпринимателям, которые открывают организацию общественного питания в жилых домах, в помещениях, которые переводятся из жилого в нежилое, розничную торговлю пивом, пивными напитками, а также крепким алкоголем. А в целом, если говорить о ситуации с алкогольной продукцией на сегодня, кто, скажем так, ее контролирует, мониторирует, кто отвечает за контроль цен, ценообразования в этой сфере? По контролю я уже вам рассказала, кто занимается контролем на территории города Архангельска. Цены на алкоголь регулируются Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Росалкогольрегулирование устанавливает цены, не ниже которых осуществляется закупка, поставка и розничная продажа алкогольной продукции свыше 28 градусов. А все-таки, если обнаружены какие-то нарушения, если человек сам становится свидетелем факта незаконной продажи алкоголя, нарушений в тех же метражах схемы утвержденной, куда можно обратиться, например, если мы говорим о конкретной мэрии Архангельска? Всю информацию по наличии лицензии у продавца можно получить в управлении по лицензированию Министерства агропромышленного комплекса и торговли по всем нарушениям, выявленным в киосках, в павильонах, в ресторанах, в барах, можно обращаться в отдел полиции по городу Архангельску. Ну и управление по торговле и услугам населению также этот вопрос держит на контроле, и в случае чего обращение тоже рассматривается. Да, мы принимаем все обращения граждан, я уже, как я говорила, мы взаимодействуем с полицией, мы на прямой связи с управлением по лицензированию, поскольку все схемы объектов соцсферы мы им предоставляем, и на основании этих схем управление по лицензированию выдает лицензии на алкоголь. Ирина Владимировна, большое спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Надеюсь, что ситуация на рынке алкогольной продукции, в том числе и разливной, и круглосуточной, будет без, скажем так, нарушений, и будем встречаться только по самым хорошим поводам в этом смысле. Спасибо. Спасибо вам. Напомню, что гостем программы в центре внимания была начальник управления по торговле и услугам населению мэрии Архангельска Ирина Любова. Мы обсуждали достаточно актуальную тему розничная продажа алкоголя и ограничения, связанные с ней. К счастью, такие ограничения сегодня есть, и работают они не сколько для нас, сколько для наших детей. От нас требуется только одно – не нарушать и не злоупотреблять. С вами была программа в центре внимания. До встречи.